Здравствуйте, уважаемые зрители! Год книги продолжается, а с ним и проект Книгомании, а также наши встречи с писателями. Сегодня наш гость – Александр Снегирёв. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте! Год этот, 2021, подходит к завершению, а с ним и год книги. Как он для вас прошёл? Вообще, какие проекты реализованы? Что написано? Прошёл он для меня очень продуктивно. Я выпустил новую книжку, которую готовил три года. У меня всегда в среднем получается, что на книгу уходит три года. Основной объём работы пришёлся на прошлую осень и эту зиму. В этом году я заканчивал писать, вносил последние правки и очень много уделил внимания редактуре. Очень много вылил туда собственной крови и собственной плоти туда отправил. Поэтому нахожусь в некотором изнеможении, но уже восстанавливаюсь, как вампир после страшной бойни, которой я подвергся. Уже прихожу в себя и скоро чувствую, начну испытывать новые такие импульсы вдохновения к новой работе. А книга как называется? Книга называется «Плохая жена хорошего мужа». Она вышла в первой половине сентября в редакции Елены Шубиной в издательстве АСТ в Москве. Поздравляю с выходом книги. А пандемия вообще отразилась на вашей работе? Пандемия очень меня вдохновляла, потому что, строго говоря, я всегда нахожусь в каком-то состоянии подобия карантина. Это такое, мне кажется, естественное состояние для прозаика. И это было очень интересно, и очень живописно, и очень продуктивно. Я сочувствую всем, кто потерял близких. Я тоже потерял. У меня друзья умерли. Это происходит по сей день. То есть никто это не отменяет всю опасность. Я сам болел. Но одновременно я вынужден констатировать, что для меня это было очень хорошее время. Очень продуктивное, очень эмоционально насыщенное. Моя жизнь изменилась. И подозреваю, что она изменилась необратимо именно благодаря вот этому продолжительному уединению. А появится у вас произведение, связанное с этим периодом? Красное зону? Да, в сборнике как раз рассказов «Плохая жена хорошего мужа» есть несколько напрямую вдохновленных и посвященных пандемии. Это, повторяю, было очень интересное время. И я всем тогда советовал записывать свои впечатления. Потому что, ну, вряд ли это повторится. Может повториться, может быть нет. Но это было в первый раз, в первый раз в истории человечества, когда вся планета закрылась на карантин. И это было очень интересно наблюдать. Безоценочно. Потому что интересной может быть и печальная картина. Александр, а когда вы взяли в руки пирог? Удивительно. Но писать я начал довольно рано. При всем при том. Помыслов, никаких амбиций литературных у меня не было. Но меня, например, отец научил в игровой форме писать и читать. Он мне посылал письма. Я эту историю не раз рассказывал. Ну, коротко могу рассказать. Он придумал, короче, писать мне письма от персонажей севастопольских рассказов. Не более, не менее. Потому что была книга дома с картинками. Там были изображены, естественно, солдаты обеих армий. Ну, не обеих, сколько там, кроме русской, была французская, английская и турецкая. В общем, все это было довольно пышно. Он мне стал в ящик с игрушками класть письма. А это вот тебе от, извините, Льва Толстого. Ну, мне было абсолютно все равно. У меня что толстой, что там нарисованный какой-то солдатик. Но через вот эту форму я научился писать. И возникла такая переписка с вымышленным персонажем. Читать, писать. Потом, забавно, я был на экскурсии в Ясной Поляне. Мне было 10 лет. И вот этот документ уже просто сохранился. После этой экскурсии я стал вести дневник. Не то, что я хочу себя причислить, как-то мысленно подмигиваю зрителям к преемникам Льва Николаевича. Но вот такой феномен, этот дневник сохранился. Я могу сказать, почему я его начал вести. Я отчетливо это помню. Потому что на меня произвело впечатление благосостояния графа. Он жил в просторном доме. Ну, то есть дом, как сейчас видно, довольно тесный. И так себе домик, прямо скажем. Основной это дом. Он просто проиграл в карты. Это был флигель, который мы сейчас знаем как дом Толстого. Так вот. Но по сравнению, конечно, с квартирой в Москве. Он казался мне очень благополучным. И мне в память врезались слова экскурсовода о том, что Лев Николаевич Толстой с детства вел дневник. Чуть позже я узнал, кстати, что за история подтолкнула его. Ну, как позже, в прошлом году. Я узнал, что дневник он начал вести в 15 лет, оказавшись в больнице после встречи с дамой легкого поведения. Кстати, интересный феномен такой. К чему может подтолкнуть человека? Что может подтолкнуть человека к литературе? Такого человека. Одним словом, его подтолкнула встреча с дамой, а меня подтолкнула встреча с ним. Потому что я подумал, я тоже хочу такой дом. Что для этого надо делать? Все, что у меня осталось в памяти, это дневник. Я думаю, надо вести дневник. Это смешно. Этот дневник сохранился. Это такие листочки. Я потребовал дома блокнотик. Дайте мне какой-нибудь блокнотик родители. Но мне дали такую пачку листочков таких нарезанных. Не знаю, откуда это было. Сейчас такие, наверное, продаются в офисных принадлежностях. Это был еще Советский Союз. Одним словом, это уже сохранилось. Он поражает своей бессодержательностью. И этот дневничок. И такой напыщенностью детской. И потом время от времени я к нему возвращался. А потом я вдруг поймал себя на мысли, что есть вещи, события, впечатления, люди, слова, которые мне не хочется забыть. Мне хочется о них написать поподробнее, что называется. Один случай произошел, другой, третий. И вдруг я уже там работал где-то. Мне уже там больше 20 лет. Я, кстати, первые мои работы на телевидении были связаны со сценариями. Совершенно хаотично я туда попал. Без каких-то связей, блата и планов даже. Это было на самом деле хаотичное движение всяких подработок. Меня просто вела какая-то интуиция и приглашение. Люди видели, что у меня есть какой-то талант, к слову. Я его еще тогда не видел. И потом я вдруг понимаю, что, видимо, то, что у меня есть, это, наверное, рассказы. Ну так, как бы, вроде рассказы. Ну и дальше я увидел рекламу премии «Дебют». Была такая замечательная институция, которая многих молодых пишущих персонажей вытащила на поверхность. И меня в том числе. И в итоге я получил эту премию, совершенно наобум туда отправив свое некоторое количество текстов. Ничего не зная о писательской жизни, о журналах, вообще ни о каком ли это институте. В общем, о том мире, куда я сейчас интегрирован очень глубоко. Я не знал ничего, не испытывал к нему никакого интереса и пиетета. И до сих пор, наверное, поэтому немножко являюсь там чужаком в таком, знаете, подлинно интеллектуальном, литературном мире. Но, однако, очень люблю писать. Это большое удовольствие, когда ты можешь заново пережить то, что тебя восхитило, и ты можешь этим поделиться. Вот эти вещи меня подталкивают, пожалуй, меня вдохновляют. Что, как правило, является толчком, импульсом к написанию произведения этого или иного? Вдохновение то самое. То самое. Идея может касаться относительно чего угодно. Вдруг, ну, это всегда, конечно, какая-то что-то внешнее происходит, что... Или запускает некий процесс в твоей голове, некий мыслительный, что-то активизирует, какие-то образы вдруг собираются, кристаллизуются, собираются, как сейчас в фантастических фильмах, разрозненные частицы собираются воедино. Или очень хорошо компьютерная графика подарила нам возможность нарисовать вдохновение. Или вдруг, ну, в результате какого-то общения, какого-то запаха, не знаю, какого-то события, вдруг ты что-то понимаешь. То есть эта идея не совсем извне, она как бы происходит изнутри, но все равно благодаря некоему импульсу. Поэтому вдохновение никто не отменял. Но работать, предвосхищая отчасти ваш вопрос, работаю ли я исключительно на вдохновение. Нет, конечно, работать на вдохновение нельзя. Я имею в виду, что нельзя на это рассчитывать. Прозаик нет. Прозаик – это большой труд, это постоянное переписывание, это движение. Движение во тьму, когда тебе навстречу летит мусор, град, ветер, какие-то плевки, черт знает что, сомнения, оскорбления, глупость. Но ты, ну, как-то как Колумб, наверное. Ты представляешь, что вот где-то там во тьме есть то, что ты ищешь. И ты, у тебя уже все запасы кончились, все на исходе, но ты все равно продолжаешь идти. Даже если команда взбунтовалась, тебя хотят повесить. Нужно идти вперед, и это требует больших усилий. И в конце ты находишь обычно вот этот континент, но сомнения, которые тебя посещают по дороге, они так сильны, что даже зная о наличии континента, ты все равно часто готов повернуть вперед. Это видно, повернуть назад, это видно по многим людям, которые начинают и не справляются с прозой. Выпускают одну книжку и все, не могут. А потом начинают ругать писателей. Вот они такие-сякие. Это очень трудный путь. А ваши произведения все автобиографичны? Так или иначе все, да. Я всегда работаю, ну как, я всегда работаю с тем, что знаю. Знать вы можете вовсе не то, что с вами прям произошло. Но иногда мы очень хорошо чувствуем, например, вот некую историю, которую мы услышали. Такое может быть. Мы много чего слышим, но вдруг что-то становится для нас очень родным. Ну бывает такое. Вдруг мы во что-то, что называется, впрягаемся, что-то нас цепляет. Огромное количество информации вокруг, но бывает вот некий особенный контакт. Это тоже я причисляю к такому, ну к пережитому опыту. Но, конечно, я и читать люблю, и писать предпочитаю. Да не то, что предпочитаю, только так работаю. Только о том, что просто знаю. Потому что нет ничего ценнее, чем какое-то, ну, настоящее высказывание. Чем не попытка развлечь. Так, как бы мне вот развлечь, чтобы мне с потолка такое вот снять, из пальца высосать, чтобы быть интересным. Это всегда жалко. Это всегда убого. Это всегда видно, когда нас пытаются развлечь. Не надо развлекать, просто скажи правду. Правда всегда интереснее. Когда мы пытаемся быть интересными, мы невольно повторяем что-то чужое. Это просто неизбежно. Когда мы узнаем себя, ну, надо еще иметь смелость, чтобы сказать о себе. Очень мало кто может иметь смелость посмотреть на себя. Это раз. А два, сказать о себе. Это такая двойная смелость, которая немногим доступна. И более того, не просто так что-то вот о себе выкрикнуть, а ну, как-то осмысленно с этим работать. Это очень ценно для меня, как для читателя. А так как я тот повар, который кормит гостей тем же, что ест сам, то я и пишу так же. У Эдварда Мунка хорошее очень высказывание есть. Помимо того, что он был великим художником, у него еще толковые письма и дневники. Хорошее высказывание. Я люблю только то искусство, которое написано кровью в сердце. Такой немножко реплика из мексиканского сериала «Кровь в сердце». Что-то такое. Однако же понятно, о чем речь. Ну, вот только это ценно. Вот в чем парадокс. То есть даже банальное слово «интересно» оно подходит. Потому что все остальное по-крупному неинтересно. Не получается быть интересным, когда вы нечестны. Спасибо большое, Александр. Спасибо, что приехали. Успехов вам. Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо. Спасибо.